После выпускного ребята поехали за город в поход. Все были счастливы. Вот она, начинается взрослая жизнь. Кто-то планировал уехать в другой город, кто-то мечтал поступить в престижный вуз. А Таня хотела одного, чтобы они с Ильёй никогда не расставались. Они учились вместе с первого класса. Последние два года сидели за одной партой. В девятом классе вспыхнула их первая любовь, и за это время только ещё больше разгоралась. И вот сейчас в походе Таня вдруг почувствовала, что дальше уже не будет всё как прежде. Нет, с Ильёй они не расстанутся. Но ей надо поступать в институт, а Илья в армию собирается. Сам. Решил вначале отслужить, а потом уже профессию получать. На горизонте хоть как маячила разлука. И от этого невыносимо больно было Тане. «Чего сидишь грустишь, подруга?» раздалось буквально над самым ухом у Тани. Это была Катюха, лучшая подруга. Тоже одноклассница. «Пошли шашлыки жарить. Там мальчишки уже всё приготовили. А сами побежали к озеру сети ставить. Хотят к вечеру ухи сделать». «Все, что ли, убежали?» недоверчиво спросила Таня. Она сидела в стороне, у берёзки, и видела, что одноклассники толпятся у палатки, у мангала. «Ну не все, конечно», фыркнула Катя. «Но самые толковые сбежали. А кто шашлыки будет жарить?» «Витька, что ли, который только в своих математических формулах шарит?» «Или Костя, который боится к огню подойти?» «Ну ты прямо скажешь», усмехнулась Таня. «Вон сколько ещё мальчишек там. Разберутся. Не женское это дело шашлыки жарить. Я вот тут хочу на солнышке посидеть». «Кстати, а ты Илью не видела?» «Так он с пацанами те самые дурацкие сети потащил», засмеялась Катя. «Что бросил тебя твой возлюбленный?» «Ничего не бросил». Таня даже немного обиделась на подругу за такой дурацкий вопрос. Просто ушёл и не сказал, куда. «То ли ещё будет», загадочно произнесла Катя. «Что ты имеешь в виду?» Удивилась Таня. «Да ничего», – пожала плечами Катя. «Просто школа окончена. У всех другая жизнь начнётся». «Мы с Илюшей всё равно будем вместе», – уверенно ответила Таня. «Ладно, пошли посмотрим, что там с шашлыками». И они побежали к ребятам. Не заметила Таня, как от её слов по лицу подруги пробежала тень. Шашлыки, а вечером уха. Мальчишки действительно наловили просто огромных карасей. Как было вкусно и весело. Они ведь уже взрослые. Не обошлось и без алкоголя. Таня впервые в жизни попробовала коньяк. Гадость неимоверная, – решила девушка. А вот Илья очень быстро набрался тем самым коньяком. Танюшка ещё посмеялась. Вот любимый как отличился. Илью ребята отвели в палатку, а все, кто ещё были в строю, продолжили сидеть у костра. Пели песни, шутили. Хорошо было. Но Таня беспокоилась, как там Илюшка, и решила сходить посмотреть в палатку. Ещё и Катя куда-то пропала. Девушка отогнула край палатки и замерла. Рядом с Ильёй кто-то ещё лежал. Она посветила фонариком. «Эй, подруга, не свети в глаза!» – услышала она голос Кати. «Ой, Танюшка!» – пьяно произнёс Илья. А Таня несколько секунд молчала и не знала, что сказать. Она увидела, что рубашка Кати расстёгнута, Илья без футболки. «Гады!» – наконец закричала она, и из глаз её брызнули слёзы. «Какие же вы гады!» Таня швырнула фонарик в сторону этой парочки и побежала прочь от палатки. Илья было кинулся за ней, но запнулся и упал у палатки. Он был очень пьян. Слышался смех Кати. Таня подбежала к однокласснику Никите и буквально начала его умолять отвезти её домой. У Никиты был мотоцикл. Парень вначале не мог понять, что случилось. Но новости распространяются быстро. Никита сам был в шоке от произошедшего. «Тань, да не переживай ты так!» – попытался он успокоить одноклассницу. «Но перепил пацан. Ошибся. Ты прости его!» «Простить?» Таня прямо задохнулась от гнева. «Никогда!» Никита пошёл было поговорить с Ильёй. Но тот спал в палатке. Правда, уже без Кати. Та с довольной улыбкой сидела у костра. «Катька, ты что наделала?» Никита с упрёком посмотрела в глаза девушки. «У них ведь любовь!» «Теперь любовь у нас с Ильёй!» – хохотнула Катя. «Таня ведь твоя подруга!» «Подруга!» – разозлилась Катя. «Всегда ей всё самое лучшее. А я тоже Илью люблю. И чуть ли не с первого класса, если хотите знать». «Ну и люби его!» – тихо сказала Таня из-за спины. Она подошла к костру и всё слышала. «Только с тобой мы больше не подруги!» «Невелика беда!» – дерзко ответила Катя. Таня была готова кинуться на подругу с кулаками. Так она её разозлила. Хорошо Никита вмешался. Развёл их. А потом завёл свой мотоцикл и увёз Таню домой. Весь следующий день Таня буквально умывалась слезами. Мама, узнав о причине, попыталась её успокоить. «Ну что ты так убиваешься, доченька?» – мама гладила по голове рыдающую дочку. «Что такого случилось? Вы же ещё дети. Да пойми, ничего у них не было. Ну, сделала Илюшка глупость. Так пьяный был. Не соображал ничего. Прости его!» «Как?» – вскричала Таня. «Как я могу его простить? Он и моя лучшая подруга!» «Значит, не такая уж она и подруга», – успокаивала её мама. «А Илью ты не гони, если придёт». Илья пришёл тем же вечером, как побитая собака. Хотел поговорить, всё объяснить, но Таня заперлась в своей комнате и не выходила. «Таня», – виновата говорил Илья сквозь закрытую дверь. «Танечка, прости меня. Я тогда подумал, что это ты пришла, не понимал ничего. Танечка, я тебя люблю, только тебя». «У нас всё кончено», – только и сказала Таня. «Я больше не хочу тебя видеть». Илья ещё постоял немного у закрытой двери и пошёл к выходу. Уже на пороге он повернулся и сказал маме Татьяны. «Ирина Петровна, мне повестка пришла сегодня утром. Через неделю забирают в армию». «Илюшенька», – всплеснула руками мама Тани. «Как же всё так? Ну ладно, ты не переживай, я ещё поговорю с Таней. Она позвонит, но в конце концов придёт проводить». Но Таня не позвонила. Как ни убеждала её мама, она не смогла простить Илью. Правда, в день, когда Илью забирали в армию, она пришла на вокзал. Стояла на мосту и видела, как обнимают его родные, друзья. Катька бесстыжие рядом крутилась, а Илья всё искал кого-то глазами. И когда уже состав дёрнулся, и парень вскочил в вагон, он поднял глаза вверх и увидел Таню. Расстояние было приличное, но они чётко увидели друг друга. В её глазах стояли слёзы. Дрогнули мускулы на лице Ильи. Он вдруг попытался выпрыгнуть из вагона, но был остановлен, крепко рукой сопровождающего. В следующую секунду Илью затолкали в вагон, а Таня, не разбирая дороги, побежала домой. Через месяц она поступила в институт и уехала из родного города в столицу. Таня зареклась что-то спрашивать у знакомых об Илье. Решила, что всё кончено. Поначалу Илья писал ей, раскаивался в своём поступке, просил прощения. Таня несколько прочитала, а все другие письма, которые ей пересылала мама, начала рвать, не читая. С Катей тоже перестала общаться. Прошло пять лет. Однажды Таня познакомилась в кафе с замечательным парнем. Его звали Антон. Симпатичный, умный. Он был немного старше Тани. Работал стоматологом. Очень быстро у них завязались отношения. Это были совершенно другие чувства, нежели та первая любовь. И Таня верила, что именно сейчас всё по-настоящему. А потом они сыграли свадьбу с Антоном. Красивая была пара. Он коренастый, крепкий. И она, как тростиночка. Светлая, чистая. Но жизнь в столице не задалась. И Антон решил перебраться на периферию. Предложил переехать в родной город Тани. Открою там клинику. Будут свои клиенты. Делился он планами с женой. Дело должно пойти. Там же не такая конкуренция. А я чем буду заниматься? Удивлялась Таня. Думаешь, с моим дипломом социолога там много мест, где работать? Ты же у меня такая умница, улыбался Антон. Придумаем что-нибудь. В конце концов, будешь дома сидеть. Ждать мужа. Таня улыбалась только. Дома она точно не хотела сидеть. Но жизнь распорядилась по-своему. В одно прекрасное утро Таня поняла, что у неё будет малыш. Тем более поехали к тебе на родину, сказал обрадованный Антон. С ребёнком мама твоя поможет. А здесь от моей маман. Мало толку, у неё на уме только бутики и салоны красоты. Таня согласилась, что это лучшее решение. Ирина Петровна была рада видеть дятя и дочку. В её большой квартире было для них место. Но Антон решил, что они будут жить отдельно. И снял квартиру. Таня была согласна и сейчас с мужем. Тёча не стала спорить. Главное, что дочка счастлива. – Танечка, – говорила ей мама, – я так благодарна Богу, что у тебя всё хорошо. Антон такой заботливый и так тебя любит. – Да, мама, я и правда счастливая, – улыбнулась дочка. За все эти годы Таня ни разу не спросила маму, знает ли она что-то об Илье. Хотя, если честно, иногда вспоминала свою первую любовь. И лёгкая грусть сжимала ей сердце. Но у неё давно другая жизнь. И у Ильи, она уверена, было всё хорошо. Однажды в женской консультации, куда Таня ходила во время беременности, она увидела санитарку. Вроде ещё и молодая женщина, но какая-то измождённая. «Пьёт, наверное», – подумала тогда Таня. Кого-то ей эта санитарка напоминала. «Не узнаёшь?» – неожиданно спросила её санитарка, заметив Танин взгляд. И только по голосу она поняла. «Катя?» – ахнула Таня. «Ты ли это?» «Я», – усмехнулась Катя. Разговора не получилось. Катерина повернулась спиной и продолжила драить пол. А Таня решила, что не хочет общаться и не надо. А потом спросила у мамы, что стало с её бывшей подругой. «Да запивалась она одно время», – вздохнула мама. «Никуда не поступила, с компаниями всякими таскалась. Я тебе не говорила, чтобы не напоминать о прошлом. А сейчас вроде закодировалась». Главврач её пожалел, взял поломойкой в консультацию. «А про Илью ничего не знаешь?» – наконец решилась спросить Таня. «Вот про него ничего не знаю», – покачала головой мама и почему-то отвела глаза в сторону. Таня этого не заметила. Она была вся в своих мыслях о малыше. Прошлое осталось в прошлом. Таня родила в срок. Прекрасный сыночек. Антон был в восторге. Наследник родился. Таня оказалась замечательной мамой. Она успевала делать всё по дому, заботилась о малыше, о муже. И всё было у них замечательно. Антон действительно сумел раскрутиться в этом городе. Со временем купил квартиру. Таня с малышом ни в чём не нуждались. Но Павлик подрос и начал ходить в детский сад. А Таня дома заскучала. Ей хотелось выйти на работу. Но найти по специальности что-то, как она и думала, не могла. Как-то Антон лечил зубы местному начальнику соцзащиты. И между делом рассказал, что вот жена не может найти работу. «Так пусть к нам приходит», – предложил начальник соцзащиты. «Правда, зарплаты у нас не ахти какие. И нужно быть стрессоустойчивым. Но скучать у нас точно некогда». «С алкашами, что ли, работать?» – усомнился Антон. «Ну почему сразу с алкашами?» – даже обиделся пациент. «Всякие люди бывают». Антон рассказал Тане. И она решила попробовать. Хотя мужу не очень понравилась эта идея. «Но пусть поработает», – решил он. «Долго не выдержит. Зато перестанет страдать, что без работы сидит. Наоборот, с радостью домой побежит». На удивление Тане наоборот понравилось. Она каждый день общалась со старушками, инвалидами, многодетными семьями и всем старалась помочь. Документы оформляла, выбивала путевки в санатории. И от этого чувствовала свою нужность. А вечером Таня бежала домой. Сына забирала из садика. Готовила мужу ужин. Хлопотала по дому. «Я не понимаю», – удивлялась мама. «Зачем тебе такая работа? Ты же копейки там получаешь. Сидела бы дома». «Мама, ты правда не поймешь», – отвечала Таня. «Но это так здорово, помогать людям». В городе существовало волонтерское движение. И Таня начала в нем участвовать. Ездили по городу, находили людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Определяли их, кого в больницу, кого в реабилитационный центр. Но были и те, кто не хотел никакой помощи. Чаще всего это были алкоголики, опустившиеся люди. Однажды на вокзале Таня увидела одного такого. Это был инвалид. У него не было обеих ног. Передвигался он на старой, дышащей на ладан коляске. Видно, еще молодой, но поставивший на себе крест. Таня смотрела на его нестриженные волосы, бороду чуть ли не до груди, грязный весь. И тут она почувствовала, как по ее спине поползли мурашки. Таня узнала этого человека. «Илья!» Женщина кинулась к инвалиду, подбежала к нему, опустилась перед ним на колени, всматриваясь в лицо. «Да, это был он». «Таня?» Мужчина узнал ее. Он попытался развернуться и уехать прочь. «Стой, стой!» – закричала Таня. «Я хочу с тобой поговорить!» «Что с тобой случилось, Илья?» «Ничего». Он дернул плечом и даже усмехнулся. От него пошел тяжелый запах перегара. «Живой, как видишь!» «И вообще, пошла вон!» «Видеть тебя не хочу!» Таня отшатнулась. Даже от Ильи, а он благополучно уехал прочь, по вокзальной площади, куда-то за мост. «Ты его знаешь?» – удивилась напарница Тани Света. «Это мой одноклассник», – проглотив комок в горле, сказала Таня. «Да, дела!» «Он тут давно ошивается, милосту не просит. Потом все пропивает. Мы его несколько раз уже пробовали отвезти в реабилитационный центр. Еще раньше, до волонтерства. А он ни в какую. Знаю, что у него мать умерла. Живет один в квартире. Там не квартира, а бомжатник». «Тетя Валя умерла», – потрясенно произнесла Таня, вспомнив, какая уютная раньше квартира была у Ильи с мамой. Что же случилось? «Он вообще участник боевых действий. На войне ноги потерял. После госпиталя вернулся и начал пить», – рассказывала Света. «Мать его немного держала в узде, но потом умерла. Жалко его. Ему надо к психологу, а он ни в какую. Сломала его война». Таня была в шоке. «Илья. Ее Илья. Высокий, красивый, умный парень, который лучше всех в классе разбирался в информатике и геометрии. Ее Илья, которого она так любила в юности. Ее первое счастье и первое предательство. А сейчас это просто грязный, никому не нужный человек. Практически бомж». Весь вечер она думала про Илью, позвонила маме, чтобы рассказать. «Я знала, дочка», – призналась мать. «Только не хотела тебе говорить. Зачем тебе это все?» «Мама, ну как так?» – воскликнула Таня. «Он же мой одноклассник». «А еще этот человек сделал тебе очень больно в свое время», – ответила мама. «Но ты же тогда убеждала меня, что он хороший, просто оступился». «Говорила», – согласилась мама. «Но это был другой человек. А этот?» «Я поэтому и молчала, чтобы ты не побежала ему помогать. Добрая ты слишком». Таня не могла поверить, что эти слова говорит ее мама, которая в жизни мимо брошенного котенка не проходила, и ее учила быть добросердечной. Но мама желала дочери добра, потому так и говорила. Уложив Павлика спать, Таня разогрела ужин. Скоро вернется Антон. А пока залезла в интернет и нашла информацию об Илье. И почему она раньше этого не сделала? Оказывается, у него есть высокая награда. Он герой. Герой, который оказался на краю, никому не нужный. Таня все думала об Илье, вспоминала их последнюю встречу. Там, на вокзале. А если бы она к нему тогда подошла, может быть, все сложилось бы по-другому. Таня даже почувствовала укол совести. Но за что? Она ни в чем перед Ильей не виновата. Но ему нужно помочь. Это Таня твердо решила. Антон в тот вечер задержался. Пришел уже ближе к полуночи. И на веселе. Таня не стала выяснять, в чем дело. Просто уложила мужа спать. Жаль, ей так хотелось поделиться с ним своими мыслями. Утром тоже не удалось пообщаться. Антон рано ушел на работу. А Таня решила съездить к Илье. Объяснила на работе, куда, и отправилась. Он жил по прежнему адресу. Да, квартира была в ужасном состоянии. Даже не заперта. Таня нашла Илью в спальне. Он спал на куче какого-то тряпья. Пьяный. Женщина решила действовать. Практически весь день Таня мыла и скребла квартиру. Вынесла просто гору мусора. К вечеру квартира напоминала ей прежнюю. При тете Вале. Тут и Илья проснулся. Выкатил на коляске из спальни и замер. «Ты чего тут?» Только произнес он. «Возвращаю тебя к жизни», – улыбнулась Таня. «Да, спальню еще надо довести до ума». «Кто тебя просил?» Закричал Илья. «Уходи отсюда!» «Не уйду», – твердо сказала Таня. «Хоть закричись». Илья ничего не ответил и отправился на кухню. «Если ты за водкой, то ее нет в доме. Я все выкинула», – крикнула ему вслед Таня. «Ты совсем, что ли?» Возмутился Илья. «Кто тебя позволил? Иди за водкой в магазин». «И не подумаю», – заявила Таня. Илья был в бешенстве. Он кричал, грозил, умолял, а потом заплакал. Заплакала вместе с ним и Таня. Они сидели и разговаривали, как раньше в школе. Илья немного ей рассказал. Но главное – нет. Как случилась эта с ним беда? Об этом он не хотел вспоминать. Вспоминать ту боль, то отчаяние, когда он, 19-летний пацан, оказался один среди погибших друзей, как отстреливался до последнего. И только прилетевшие в последний миг вертушки помогли ему выжить. А зачем ему такая жизнь? Кому он нужен? Никому. Это он четко понял, когда после госпиталя оказался дома. Как-то маму Тани встретил. И она сказала, что у Тани все хорошо. Замуж вышла, ребенок родился. Его Таня. Та, о которой он думал все время. Теперь никогда не будет с ним. А когда мама умерла, так вообще словно волной накрыла. Он уже не был тем Ильей, что раньше. Веселый парень стал угрюмым алкашом, инвалидом. Нет, этого он Тане не сказал. Но она без слов его поняла. Она поняла, что Илья хоть и на дне, но ему нужен тот, кто поможет выбраться. И только она могла помочь. Таня стала каждый день бывать у Ильи. Он изменился. Перестал пить. Посетил парикмахерскую. Таня купила ему новые вещи. А потом они с ним поехали на примерку протезов. Илья так волновался. Он уже не представлял, что можно ходить ногами. Привык все время на коляске. В начале было сложно, особенно первые шаги. Но Илья мужественно пытался. И у него получилось. Таня радовалась даже больше него. Они смеялись вновь вместе, дышали одним воздухом. И Таня поняла, что все эти годы ее любовь к Илье никуда не делась. Она просто затаилась в сердце. А тут вновь вспыхнула. И только чувство вины перед Антоном издерживало ее. А еще сынишка. Да, у нее своя семья. С Ильей они могут быть только друзьями. Таня мучилась, но старалась всеми силами быть хорошей мамой и женой. Но с Антоном они вдруг стали отдаляться. Антон все чаще задерживался на работе. Уходил по ночам. А однажды Таня застала его с медсестрой в его кабинете. Все открылось. Оказалось, что Антон давно изменяет Тане. «Ты мне надоела!» – кричал муж. «Убирайся из моей квартиры!» «Куда я пойду?» – плакала Таня. «А Павлик?» «От сына я не отказываюсь. Помогать буду. Но жить с вами – нет. Убирайся. К маме, к безногому своему!» Вдруг заявил Антон. «Что, удивлена?» «Да я давно знаю, что ты бегаешь, помогаешь этому инвалиду. Первая любовь. Мне начальник твой сказал, где ты пропадаешь днями. Мама добавила. Хотела, чтобы я тебя поругал за это. «А знаешь, меня это нисколько не трогает. Я давно тебя не люблю. Жил вместе только ради сына». Антон вдруг засмеялась Таня и вытерла слезы. «Я ведь тоже тебя не люблю. И мне кажется, никогда я не любила и жила только ради сына с тобой». Вот так они и поговорили. А через месяц развелись. И не держали друг на друга обиды. Таня с Павликом переехали к Илье. Мальчик быстро нашел язык с дядей Ильей и привык к нему. А Таня наконец по-настоящему поняла, что такое настоящее женское счастье. Она по-прежнему работает в соцзащите. Павлик уже в школу ходит. У него теперь два папы. Но к этому относятся нормально. А самое главное, что Илья нашел себя. Он давно не пьет, прошел курсы и сейчас занимается программированием. Оказалось, что у него талант создавать компьютерные программы. И зарабатывает он вполне прилично. О прошлом они с Таней говорят, потому как если молчать о том, что было, на сердце камень ляжет. А сердце должно петь и радоваться жизни. Ради будущего.